Приветствую вас, земляне! Этим видео начну серию выпусков видеопрохождения игры «Моё дитя. Источник жизни». Игра выполнена в виде визуальной новеллы с вариантами ответов в разных стилях, от грубого до доброго. Обычно я придерживаюсь стиля «Горькая правда», и эта игра не исключение. Но никто не застрахован от ошибок, коих я тоже совершу немало. Также предупреждаю, что я не являюсь гениальным актёром, озвучу. 1940-й. Вторая мировая бушует в Европе. Германия оккупировала Норвегию. 1945-й год. Вторая мировая закончилась, Норвегия свободна и нация ликует. После пяти лет оккупации нацистские символы могут быть сорваны. 1948-й год. Спустя три года вы решаете принять семью ребёнка. Я дома. Эй, повеселились с Лив? Ага, нам было так весело, Лив моя лучшая подруга. Мы нашли в лесу крутой и жутко выглядящий пень. Он выглядел так, будто там может быть сокровище. Настоящее сокровище. Но затем начался дождь, но мы всё равно защищали сокровище. И потом, и потом... И потом мы обнаружили, что пень был пустой. Ну а может быть тролли положат туда сокровище позже. Так что, позже мы пойдём обратно и проверим. Как мило звучит, будто вы повеселились. Угу. А? О, уже довольно поздно. И солнце почти зашло. Но... Но ты должна увидеть это. Смотри, Лив подарила мне подарок на завтрашний день рождения. Можно я открою его сейчас? Я быстро. Хм... Я думаю, Лив хотела, чтобы ты подождала. Думаю, ты права. О, интересно, что же там? Соседское собрание. Видели кота, живущего цветы, с клума. Мы требуем, чтобы хозяин кота с этого момента держал его в заперти. Что там? О, всего лишь взрослые штучки. Ме. Ты... Ты ведь не собираешься идти в кабинет? Так скучно, когда ты туда уходишь. И ты обещала мне ванну. Буль-буль-буль, пузырьки. Так, скоро время ужина. Ням-ням-ням. Можно мне добавки, пожалуйста? Уже так поздно. Даже солнце ушло в постель. Так хочется спать. Должно быть время сна. Хочу заснуть прямо сейчас. Тогда завтра наступит быстрее. Я стану взрослой. Не могу дождаться. Лев получила целых три подарка на свой день рождения. Как много я получу? Мы должны быть благодарны за то, что имеем, Карин. Да, наверное. Как насчет сфокусироваться на том, чтобы повеселиться, ну? Хорошо. Увидимся завтра. В новостях. Национальное производство яиц в упадке. Яиц недостаточно для экспорта вторую неделю подряд. Продолжаются дебаты между норвежскими должностными лицами. Нужно ли прекратить поставки этого нужного продукта? Доход очень важен, но также и сам продукт. Доброе утро. Доброе утро. Ах, мой день рождения! Сегодня мой день рождения! Я почти не спала всю ночь. Мне уже семь лет. Семь? Я выгляжу иначе? Ммм, может немного. А я теперь большая девочка? Ты к этому стремишься. Да, смотри, видишь? Лев должна была прислать поздравительное письмо. Можем пойти посмотреть? С днём рождения. Прости, что не смогла прийти. Не могу дождаться начала школы, чтобы мы с тобой гуляли каждый день. Ты лучшая, Лев. Под скриптом. Я трогала тролля вчера. Это письмо от Лев. Ах, она действительно видела тролля. Хотела бы я поиграть с Лев сегодня и каждый день, но она навещает свою тётю в Ютунхе имени. Подарок Лев. Я почти забыла. Я ведь могу открыть его сейчас? Вау, это мяч. Мой собственный мяч. Мы можем с ним сейчас поиграть? Для именинника? Конечно. Круто. Так, чем теперь займёмся? Ты знаешь, по поводу дня рождения, Лев сказала, что и мама испекла торт. Как думаешь, могу я получить один? Я очень люблю торт. Может, мы можем вместе испечь попозже, если ты будешь хорошей девочкой? Я буду хорошей, я обещаю. Прости, я играла с лужами и замаралась. Моя рубашка вся мокрая и противная. А, теперь гораздо лучше. Тебе не нужно так сильно волноваться. Одежда становится противной иногда, это нормально. Хюх, теперь буду знать. Так, пойдём готовить торт? Так интересно. Я никогда не помогала печь торт раньше. Так. Это было весело. Ура! Время для вечеринки. Ням. Нам нужно кушать такое чаще. Я люблю твой торт. Твой торт самый лучший из тех, что я ела. Ты даришь мне подарок? О, интересно, что это? Да, цветные карандаши. Ты запомнила, что я хотела. Спасибо тебе. Ты знаешь что? Ты можешь использовать их и в школе. О, да, я почти забыла. Не могу дождаться. Большое спасибо за подарок. Он мне нравится. О, я знаю. Давай попробуем их сейчас. Ты можешь мне помочь раскрасить мой рисунок. Мы можем порисовать в моей комнате. Пошли. Пошли. Было весело. Мне нравятся мои новые карандаши. Могу я еще поиграть, пожалуйста? Я не хочу, чтобы мой день рождения заканчивался. Не знаю. Мне кажется, кому-то пора в постельку. Мя, я даже не устала. Я могу не спать, видишь? Сегодня было очень весело. У тебя был хороший день рождения? Да, спасибо тебе. Было очень весело. Только хотелось, чтобы и Лив была тут. Как ты думаешь, я получу еще подарки? Ты должна радоваться тому, что уже имеешь, Карин. Я рада тому, что имею. Правда. Ты почитаешь мне сказку на ночь? Конечно. Все, что угодно для тебя. Ей! Доброе утро. Я готова к этому дню. О, школа начинается в вторник. Это так. Ты готова к этому? Да, думаю, готова. О, да, я же могу использовать свои новые карандаши. Может, мы можем поесть что-нибудь другое потом? Мы много едим, это я скучаю по горячей еде. Я тоже. Скоро найду работу, и тогда, возможно, у нас будет еда получше. Надеюсь. Так как сегодня воскресенье, как насчет пойти исследовать лес? Тебе не обязательно всегда покупать еду. Мы можем ее найти. Что хорошо, так как магазин закрыт по воскресеньям. Нужно больше работников на старой фабрике. Постоянная работа с понедельника по субботу. Я прочитала вашу рекламу по поводу работы на фабрике и настоящим хочу принять ее. Я трудолюбивый работник, который будет очень благодарен постоянной работе. Пожалуйста, подумайте про меня относительно вашей вакансии. О, смотри, столько всего можно собрать. Не спрячьтесь от нас, маленькие ягодки. Посмотри на все эти грибы. Я устала. Я рисовала сегодня, и я подумала, я могу помочь зарабатывать деньги. Мы можем продавать мои рисунки. Ты не должна думать о таких вещах, это моя работа как взрослую. А? Ну ладно. Я просто пыталась помочь. Ты читаешь мне сказку на ночь? Конечно. Лау, спасибо тебе. А вот и я. Доброе утро. Лиф вернулась сегодня. Она сказала, что я могу прийти поиграть с ней днем. Насчет работы. Мы рады предложить вам работу на нашей фабрике. Пожалуйста, начните те, как можно пораньше, с 21 августа. Что там говорят? Я получила работу, что хорошо. Но меня не будет днем. Это хорошо, но я буду скучать по тебе. Может, мне пойти с тобой? Я тоже могу делать взрослую работу? Сначала побудь в школе. Это то, что сейчас важно. Хорошо, я постараюсь в школе. Я буду лучшей в классе. Ты говорила, что ты можешь починить мою старую одежду. Это здорово. Они мне нравятся, кроме дырок. Дыроки это нехорошо. Спасибо. Лиф и я пойдем поиграть в лес. Пока. Я вернулась. Мы с Лиф так повеселились. Я спрятала рисунок для тебя. Посмотрим, сможешь ли найти его. Я впервые. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я не знаю, наверное. Надеюсь, я заведу много друзей. Слушай, если кто-то будет жесток к тебе, просто игнорируй их. А? Почему кому-то быть жестоким? Некоторым людям в городе мы можем не нравиться. Эм, я не... Ладно, я буду осторожна. Сказку на ночь было бы здорово. У тебя есть время? Конечно. Ура! Спасибо тебе! Сегодня тот самый день. Я начинаю школу, как большая девочка. Да как насчет подготовить тебя к такому важному дню? Угу, я почти готова. О, это также твой первый день на новой работе. Может, мы скоро сможем позволить хороший рюкзак, чтобы носить мои учебники? Я думала, я видела один в магазине. Я постараюсь добыть тебе рюкзак, но сначала надо посмотреть, сможем ли мы его себе позволить. А? Я думаю, это разумно. Двести баксов. Двести баксов. М-м-м-м. Я нервничаю. Может, ты меня проводишь до школы? Не думаю, что я могу. Но как насчет, что мы немного пройдем путь вместе? Правда? Спасибо, ты лучшая. Спасибо, что проводила меня. Школа большая, да? Будь сильной и уверенной. Покажи всем, какая ты умная. Ну, я думаю, я довольно умная. О, Лив ждет меня. Пока. Я думаю. Что случилось, Карин? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok